и подсоединяем плюсовой контакт как видим проц нашатаивает и говорит о том что необходимо будет нам заменить этот процессор можно смело наносить пасту сильно греть ребят всем привет сегодня на канале мы будем ремонтировать с вами телефончик очередной это у нас МТС Smart Start 3 бюджетный телефон телефон принесли с проблемой то что телефон не включается и не заряжается сегодня будем делать диагностику ремонт этого телефона в частности что нам потребуется для начала мы попробуем включить телефон как видим результата нет на кнопку питания он не реагирует естественно не включается дальше попробуем подсоединить к нашему зарядному устройству может быть проблема в том что аппарат разряжен как видим ничего не меняется ничего не происходит абсолютно попробуем замерить наш аккумулятор сколько уже у нас на аккумуляторе возможно что аккумулятор просто-напросто в глубоком разряде на аккумуляторе присутствует напряжение 386 это нормальное напряжение телефон должен был включиться к сожалению он не включается для дальнейшей диагностики нам потребуется подсоединить его к нашему лабораторному блоку питания поднимем сейчас напряжение до 4 вольт прошу обратить внимание плюс и минус плюс у нас находится с крайней стороны с этой минус находится с этой стороны подсоединяем минус и плюс обратите внимание на лабораторный блок питания раскакивает короткое сейчас мы амперасчет уберем до двух с половиной амперов на телефоне присутствует короткое замыкание по ходу с батарейки будем сегодня пытаться исправить эту проблему что же нам делать до начала придется нам вскрыть аппарат сейчас я приступлю к разборке этого телефона а дальше уже посмотрим что нам делать дальше итак ребят все готово как видим телефончик уже разобран спаялась сразу экранчик 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 был припаян сейчас будем делать диагностику нашего аппарата что нам потребуется нам потребуется фризер а также лабораторный блок питания сейчас выставим ампераж на лабораторнике выставим где-то 2 ампера это будет достаточно чтобы прогреть нашу плату подсоединяем массу наносим фризер фризер можно не жалеть заливайте обильно и подсоединяем плюсовой контакт как видим проц наш опаивает наносим еще раз чтобы убедиться точно что проблема в нем подсоединяем и подсоединяем плюсовой контакт как видим процент пайл что о чем это говорит это говорит о том что здесь процессор находится спретрум контроллер питания находится непосредственно в самом процессоре и говорит о том что необходимо будет нам заменить этот процессор в предыдущем видео я говорил то что к сожалению трапарета на данный процессор у меня нету что же как уже как же выйти из положения есть у меня процессор с донора процессор не отреболенный но рабочий можно будет в принципе можно будет зареболить его трафарет для этого буду использовать в принципе кучу здесь трафаретов перебрал чтобы аналогично подобрать универсальный стандартный китайский трафарет универсальный не подходит к сожалению сечение таких вот такой таких шариков как бы нету выходить будем из положения так есть айфоновский трафарет как видим под процессор а7 кпу это у нас трафарет с 5s можно в принципе с четверки использовать или с обычной пятерки в данном случае я буду использовать трафареты для айфона 5s в общем говоря сейчас закрепим на термоскотч наш процессор постараюсь сейчас попасть с первого раза чтобы все было хорошо и покажу вам микроскоп итак видим то что у нас процессор лег хорошо можно смело наносить пасту переходим непосредственно нанесению самой пасты делать буду это я в микроскоп к сожалению вам наверное видно не будет но микроскоп но микроскоп мне нужен самому дабы все это аккуратно сделать есть одна проблема то что как видели то что трафарет как бы получается универсальный но шарики у нас идут не по всей площади там где нет у нас пятачков шарики могут повылазить в соседние ячейки для этого нам будет надо будет греть фен на минимальном температуре потоки воздуха в минимальной температуре сейчас попробую вам показать придерживаем пинцет пинцетом трафарет и наносим пасту так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас покажем вам, как выглядит нанесенная паста на сам процессор. Как он выглядит. Пасту еще не зачищал до конца. Моя задача сейчас чистить лишнее. Ушной палочкой буду убирать. Просто придавливаем. Опять пинцетом. И счищаем лишнее. Тем самым убирая воздух сечеек и утрамбовывая саму пасту. Сильно давить не нужно, так как сам трафарет по площади большой и очень тонкий. Можно повредить. Сейчас покажем микроскоп. И греть феном уже буду непосредственно само. Вы посмотрите в микроскоп. Придавливаем пинцетом где-то в середину. Там где меньше всего у нас было пятачочков. И греем равномерно трафарет. На фене 360 градусов. Старайтесь в этот момент нашевелить. Сильно давить не нужно. Все готово. Даем время остыть. Можно снимать. Сейчас я посмотрю в микроскоп, что получилось у нас. Получилось довольно неплохо. Все шарики на месте. Прогреем сейчас дополнительно феном. Хочу вам показать. Есть здесь два нюанса. Вроде бы видно то, что все хорошо. Шарики сели на место. Но есть одно но. Я видел там два шарика больших. Вам микроскоп наверное будет видно плохо. В этой зоне надо будет два шарика срезать. И вот сюда вот шарик чуть-чуть нарастить. Если вы такие места замечаете сразу. То надо будет исправлять сразу на месте. Иначе потом придется вам реболить заново. Просто-напросто пинцетом делим шарик на две части. И убираем лишнее. Второй шарик, который срезаю, часть мы перенесем туда, где не хватает. На один пикачочек. Работа конечно кропотливая. Надеваться некуда. Если был бы конечно трафарет у нас именно специально для этого процессора, то в принципе может быть и проблем было бы меньше. Поэтому с одной стороны не люблю универсальные трафареты. Ну а с другой стороны позволяет экономить хорошую сумму денег. Отмываем наш процессор. Все завершено. Вроде бы все хорошо. Делал на картонке, потому что у коврика большой теплоотвод. Все делается намного на нем дольше. Переборит микросхем на нем дольше. Процессоры, контроллеры. Поэтому делайте лучше на картоне. Можно нанести плюс теперь свежий. Все готово к посадке. Процессор наш отриболен. Все шарики на месте. Все четко. Это будет достаточно, чтобы нам удачно посадить процессор на свое место. Сейчас мы приступим к съемке старого процессора. С самой платы. Демонтаж будем делать. Наносим по периметру плюс. Компаунда здесь нет. Нижний подогрев используем. Продолжение следует... 마음unda... По периметру выше. Продолжение следует. Посмотрим, что у нас происходит. Все отлично, дорожки все целые, проблем нету, можно счищать плату, оставшуюся улаву убирать. Берем оплетку. Для зачистки буду использовать сплав розе, чтобы разбодяжить. Наносим также свежего плюса. Совсем немножко наносим и проходим ко всем пятачочкам, убирая лишнее. Лишнее сразу счищаем. Готово. Оставшиеся буду убирать под микроскопом с оплеткой. Готово. 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 новый процессор нам надо будет его выставить первый заход сделал возможно он и последний сейчас зачистим плату берем плюс отработанная там дальше уже посмотрим придется ли нам еще раз зачистить либо нет проверим микростоп проверим микростоп и и и и в принципе все отлично можно больше не счищать этого будет достаточно сейчас покажем вам микроскоп что у нас получилось как видим все зачищено все элементы на месте ничего не я лишнего не счистил отсутствует пару пятачков вот этой зоне и вот этой зоне в принципе они все пустотелые поэтому они нам не нужны сейчас будем делать посадку процессора на место для этого мне необходимо будет выставить его выставлять буду под микроскопом и 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 Этого достаточно, сейчас мы дадим нашей платье немножко остыть. Продолжение следует... Итак, достаточно. Можно попробовать теперь на лабораторнике, ушло ли наша короткая после замены процессора. Для этого подсоединяем наш минус, а также подсоединяем наш плюс на место. Как видим, короткого сейчас нету, все отлично. Можно попробовать нажать кнопку включения на плате. Как видим, проскакивает у нас включение, даже сработало вибро. Телефон завелся. Сейчас попробую подкинуть дисплей, чтобы вам было видно тоже, что он включился. Но по потреблению могу сказать, что телефон уже работает. Подкидываем дисплей, берем батареечку, все пока в подвисшем состоянии. Как видим, аппарат у нас нарисовал андроид. Это хорошо. Аппарат начал включение. Хороший признак. В общем, ребят, дальше мне останется дособирать телефон в кучу. И будем пробовать включать и уже подводить итоги. Я думаю, что аппарат заведется. Пробило, скорее всего, процессор. Из-за неисправной опять зарядки, может быть. Может быть, из-за самой батареи. Но, как видите, с батареей он заводится. Так что, скорее всего, была проблема с самой зарядкой. Так что, я приступаю к сборке. А вы немного подождите. Для вас это время пролетит негативно. Ребят, все готово. Телефончик мы наш наконец-таки дособирали. Хочу продемонстрировать вам его работу. Как видим, аппарат включен. Все работает. Никаких нареканий нету, что в аппарате что-то не работает. Как видим, работает и камера. В принципе, проблем с аппаратом нет. Также продемонстрирую его зарядку. Идет у нас зарядка. Загорелась лампочка. А также потребление 0,66 ампера. В принципе, для этого аппарата это хорошее потребление. Для его аккумулятора. Основная проблема у нас оказалась в самом процессоре. В частности, из-за того, что контроллер питания встроен в этот процессор. Вышел в строя он. Ну и, следовательно, сам процессор тоже. Скорее всего, проблема была в самом зарядном устройстве. Порекомендуем клиенту, конечно же, принести зарядку на бесплатную диагностику, чтобы определить, стоит ли ее менять или не стоит. Также дадим гарантию на этот телефон. Если клиент, конечно же, принесет свое зарядное устройство, мы будем уверены в том, что оно рабочее. Если нет, порекомендуем, конечно же, приобрести новое. В общем, ремонт успешный. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пока.